Сегодня у нас 19 август, а это день ВВС России, а раньше СССР. И хотелось бы вспомнить какие-то интересные факты из мира военной авиации. Не обязательно СССР или Россия, а вообще надо же знать и о боевых самолетах наших предполагаемых соперников. Итак, F-4 Phantom 2 был назван лучшим истребителем самолетов МиГ в мире, потому что он уничтожил столько истребителей МиГ, сколько не сбивали другие модели самолетов. Обидно? Ну да ладно. 11 сентября 2001 года, после того, как была совершена террористическая атака на башне Близнецы, по тревоге были подняты боевые истребители без какого-либо вооружения. Пилоты знали, что для предотвращения атаки угнанными самолетами им придется идти на таран в самый последний момент. Во время Второй мировой войны летчик-истребитель СССР Кузнецов угнал немецкий истребитель, после того, как немецкий летчик приземлился посмотреть на место крушения советского истребителя. Во время Второй мировой войны, во время того, как американские военнослужащие покинули горящий бомбардировщик в воздухе, один американский летчик сбил японский истребитель, убив пилота из пистолета во время спуска на парашюте. В 1989-м советский пилот катапультировался на МиГ-23, думая, что самолет неисправен, но самолет пролетел еще 900 километров, пересек Германию и упал, когда у него закончилось топливо на дом в Бельгии. При этом погиб один подросток. Lockheed SR-1 «Черная птица» Blackbird Стратегический разведывательный самолет летает на таких скоростях, что пилотов не учит маневрироваться или уклоняться от вражеских атак. Самолет способен быстро влететь от какой-либо угрозы, в том числе и от ракет. На самолете Lockheed U-2 так трудно приземляться, что при каждой посадке самолет сопровождается ассистент пилота на автомобиле. Более десятки пилотов пострадали от резких перепадов высоты, и декомпрессионной болезни. А девять пилотов получили необратимые повреждения головного мозга от скорости полета самолета. На сафари одного африканского заповедника можно полетать на истребителе МиГ-21. В 1970-м авионика, бортовая электроника советского истребителя МиГ-29 была собрана в вакуумных трубках для противодействия воздействию электромагнитному импульсу. Последние американские F-14 Tomcat были утилизированы, чтобы невозможно было поставлять запчасти для иранских F-14 Tomcat, которые им продали США. F-15 Eagle ни разу не был сбит вражеским истребителем. В 1983-м израильский пилот смог успешно посадить F-15 только с одним крылом. При этом поломка была обнаружена только после посадки, и пилот сказал, что если бы он раньше обнаружил поломку, то он бы просто катапультировался. Истребитель Макдоналд Дуглас F-15 один раз даже смог сбить спутник. Чаки Йегер, первый человек, который летал на скорости больше скорости звука. Через 65 лет он повторил свой рекорд 14 декабря 2012 года в роли второго пилота F-15 Eagle, когда ему было уже 89 лет. Во время Второй мировой войны американский истребитель R-51 удерживал 30 немецких истребителей от нападения на эскадру бомбардировщиков B-17 более получаса. Если летчики-испытатели первого американского реактивного истребителя, одетого в кислородную маску, увидели люди, не связанные с испытаниями, они бы приняли его за гориллу, которая носит дерби и курит сигары. Когда первый раз F-22 Raptor пролетел над международной линией переменной дат, в нем произошел массивный системный сбой авионики, и пилоту пришлось повернуть назад на Гавайи. В 1956 году из-за высокой скорости истребителя F-11 он догнал выпущенные им же пули. В конструкции самолета ВВС США F-22 Raptor заложена роковая ошибка. Его пилоты часто испытывают кислородное голодание, из-за этого самолет имеет самый высокий уровень аварийности ВВС. Причина до сих пор неизвестна. Ожидаемая стоимость программы F-35 почти в 7 раз превышает стоимость Международной космической станции. Во время Второй мировой войны пилоты истребителей Королевских ВВС пустили слух, что чрезмерное потребление моркови улучшает ночное зрение. Эта дезинформация появилась после создания новых радиолокационных станций слежения, с помощью которых был сбит немецкий самолет во время ночных рейсов. Немцы поверили, и после этого немецкие летчики стали есть больше моркови. Ну что ж, вот такая у нас на сегодня тема. Ну и напоследок парочку анекдотов, что ли, по теме авиации. Однажды товарищ Сталин вызвал авиаконструктор Яковлеву и поставил задачу создать новый лучший в мире истребитель. Срок 3 месяца. Яковлев возразил, что американцы тратят на подобную разработку полтора года. Сталин совершенно искренне удивился. А развеевый американец самолет был создан за 3 месяца. На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. До свидания. Продолжение следует...